Библейский портал экзегет.ру представляет отношение с Богом, и если Бог с нами, то кто против нас, и любовь, которая проявлена, прежде всего, в крестной жертве Христа, на которую человек, собственно, надеется, поскольку возлагает на Христа и ту вину, тот груз греха, который сознает за собой. И о том, как Павел представляет все дальнейшее. Уже, но еще. Уже мы получили вот это самое искупление, это избавление, но еще. Еще остаемся плотскими, еще не творим того, что хотим, и действие греха продолжается в жизни человека. В девятой главе он переходит к одной более узкой теме, но очень логичной после этого большого разговора. Он переходит к теме Божьего народа Израиля. Я напомню, что сам апостол Павел израильтянин или иудей по происхождению. И вот ему нужно каким-то образом связать то, что относится к народу, то, что относится к его собственной общине, с тем, что он сказал о христианстве, обращаясь не только к иудеям, обращаясь к римской общине, состоящее абсолютно очевидно из иудеев и бывших язычников. Истину говорю о христе, не лгу, и о том же свидетельствует моя совесть в Духе Святом. Велика моя печаль, непрестанно сердечное мучение. Опять-таки, он не начинает с абстрактных каких-то богословских заявлений. Он говорит о том, что его беспокоят. Он говорит о своих переживаниях. Это очень важно, что его богословие личностно. Это не абстракция. «Желал бы я сам быть отлучен от Христа». Павел такие вещи говорит, да? То есть, это самое последнее, чего он на самом деле хочет. «Желал бы я сам быть отлучен от Христа ради братьев моих родных мне по плоти своего народа». То есть, израильтян. Им принадлежит усыновление и слава, и завета, и законоположение, и служение, и обетование. То есть, история Ветхого Завета, да? То, что с ними Господь заключил договор, или завет, то, что им он дал обещание. У них отцы, у них по плоти Христос. Бог надо всеми, благословенный во веки. Аминь. Кстати, ясный ответ, кто Христос по национальности, как человек по плоти он от израильтян. Сомнений никаких нет. Но, смотрите, при этом большинство израильтян, большинство иудеев на тот момент не принимают Христа. И Павел мог бы сказать, какие они плохие, но Павел говорит об этом с болью. Это человек, который, опять-таки, никого не исключает, который старается все собрать воедино, который старается сделать вот такой какой-то единый круг и в церкви, и вообще в своей жизни всех, да? Никого не исключаю. Важнейший для него принцип. Ну, и если они не со Христом, то как же это? Большая для него проблема. Все же не пропало в пустую Слово Божье. Ведь не все, кто от Израиля – Израиль. Да, то есть не все те, кто является по происхождению израильтянином, составляют вот этот Божий народ. Не все дети Авраама были его семенем, но в Исааке наречется тебе семя. Да, у Авраама были и другие дети, Измаил, потом еще другой жены Атхитуры, несколько сыновей. Но только Исаак становится наследником обетования данных Авраама. То есть не дети по плоти становятся детьми Божьими, семенем считаются лишь дети обетования. Исаак был ребенком обетования. Господь обещал, что у Авраама родится Исаак. И он унаследовал то, что принадлежало Аврааму. Остальные были просто детьми. Точно так же физическое происхождение от Израиля, ну или от любого другого народа. Мы можем гордиться тем, что мы принадлежим к другим народам, у которых тоже свои славные страницы истории, свое великое наследие. Но физическое происхождение еще ничего не дает. Обетование было таким. В это же время приду к себе и будет у Сары сын. Да, вот это обещание, по которому родился Исаак. Но не только это. Другие примеры. Ревекка принесла двоих от одного соединения с Исааком, отцом вашим, двойня. У нее родилась близнецы. Еще прежде, чем они родились и сделали нечто доброе или дурное, так что выбор происходил по Божьей воле, а не по делам, по его призыву, Ревекке было сказано, старший будет рабом младшего. Так и написано, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Вновь ситуация двух родных братьев-близнецов, то есть вообще никакого различия, и один избирается, другой нет. Вот, казалось бы, здесь подтверждается тезис современных богословов, ну, начиная со времен Реформации, что Господь избирает по собственной прихоти. Но Павел не говорит, что вот произвольно Бог говорит, этот хороший, тот плохой, так будет, потому что я так сказал. Но в этом есть тайна, да, и мы можем лишь судить о проявлениях, мы можем лишь делать вывод по тому, как они себя ведут, и что в этой жизни происходит. Что же нам на это сказать? Выходит от Бога несправедливость? Да не будет. И сам он оспаривает. Ну, получается, двух младенчиков взял, абсолютно одинаковых близняшки, и сказал, этот будет хорошим, тот плохим, некрасиво. Да не будет. Моисею он сказал, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Не по намерению и не по усилию человека, а по милости Божьей. Вот некая тайна, которую Павел не может объяснить, на самом деле не берется. Он просто говорит о том, что ну вот Бог так решил, так и определил, а я не знаю, как это получается. Писание говорит фараону, это история об исходе, когда израильтяне исходили из Египта. «Для того я и поставил тебя, чтобы явить на тебя мою силу, и так возвысить имя мое по всей земле. Он, кого пожелает, милует, и кого пожелает, ожесточает». То есть единый Божий замысел может включать даже человека ожесточенного, неверующего, как того самого фараона, не потому, что фараон сделал что-то плохое, но потому, что вот и для него находится место в этой единой картине мира. И больше Павел ничего не разъясняет, а с тех пор богословы бьются. Но мы читаем Павла, а не богословов. «Ты скажешь мне, как же может он тогда порицать человека, кто же воспротивится его воле? Ну, раз ты хороший, ты плохой, ну, значит, так он распределил роли, как в театре режиссер говорит, ты играешь злодея, ты играешь красавицу. Но после этого будет глупо ругать актера, который играет злодея. Ему такую роль дали, да, он ее честно сыграл. «Человек, кто же ты такой, чтобы спорить с Богом? Скажет ли изделие мастеру, почему ты создал меня таким? Разве не властен гончар над глиной, чтобы из одного куска сделать сосуды для почетного употребления и для низкого?» И вот здесь Павел затыкает рот нам. Вот прямо затыкает рот, говорит, «Ты кто такой, чтобы с Богом спорить?» А я думаю, он затыкает рот и себе самому. Он явно чувствует это недоумение. Павел очень честный человек. И он пытается как-то вот решить эту проблему, вот найти какое-то и не находит, не находит никакого решения. И говорит, ну, что поделать? Это вот тайна, которую мы не понимаем. Но важно, что он пытается. Потому что очень много людей, сталкиваясь с какими-то неудобными вопросами, они будут первым делом затыкает рот всем окружающим и вещать от своего имени. Говорит, ну, я-то знаю. Вот Павел не знает. И затыкает рот, да. Ну, и себе тоже. И что? «Если Бог, желая явить свой гнев и показать свое могущество, щадит с великим долготерпением сосуды, подлежащие гибельной каре, ну, то есть те, которые будут уничтожены, чтобы показать изобильную свою славу на сосудах, которым была уготована милость и слава. И это мы, кого он призвал не только из числа иудеев, но и язычников. Стало быть, не все, кто происходит от Израиля по плоти, по линии родства израильтяне, но есть кто-то другой, кого он избрал, чтобы проявить на них свою милость, и это как раз прежде всего мы, бывшие язычники. И это мы, кого он призвал не только из числа иудеев, но и из язычников, как говорит Иосиф, пророк. «Назову не мой народ моим народом, а не любимую любимой. На том месте, где было сказано им «вы не мой народ», там назовут их сынами Бога Живого». И это, на самом деле, развитие той же самой мысли, что родство по плоти мало что значит. Главное – выбор Бога. В принципе, послание к римлянам – это такая декларация суверенитета, только суверенитета Бога. Во многих странах, включая Россию, кстати, есть праздник государственный, когда провозглашена независимость страны. А вот Павел провозглашает независимость Бога от наших богословских схем, в том числе от каких-либо попыток рассказать, какой он, поговорить от его имени, заявить, что на самом деле все так, так и так. А Исаия восклицает об Израиле. «Будь сына Израилевы числом, как песок морской, спасется лишь остаток. Приговор окончательный и решительный. В праведности приговор самый последний свершит Господь на земле». И как еще предрек Исаия, «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, стали бы мы, как Содому, подобились Богоморре». То есть два города, разрушенных Богом после истории с Лотом, и с тем, как его Господь вывел из этого города Содома. Ну вот, Израиль был бы точно таким же Содомом. Но Господь сохраняет что-то. Вот этот самый Божий народ есть нечто абсолютно такое гладкое, ровное, угодное Богу, но есть нечто сложное. Главное, что там сохраняется зерно. Помните, когда мы с вами читали в предыдущих главах о том, что вы умерли для греха, живете для Бога, казалось бы, идеальная картина. А потом он говорит, «Я, бедный человек, творю то, чего не хочу, живет во мне грех, совсем не идеальный». Вот так и здесь. Идеальная картина Израиля, как Божьего народа, на практике не идеальна. Но это не значит, что все плохо, все бесполезно. Как в человеке растет вот эта новая сущность, растет этот новый духовный человек, при том, что плоть остается, греховность остается, так и в израильском народе сохраняется этот остаток, при том, что много есть всего остального. Что же сказать? Язычники, не стремившиеся к праведности, обрели праведность. Ту праведность, которая по вере. А Израиль, стремившийся исполнить закон праведности, по закону ее праведности, не достиг. То есть закон Моисеев. Почему? Потому что ждал ее не от веры, а от дел закона, спотнулся о камень преткновения. Как и написано, «Вот кладу на сионе камень преткновения и скалу соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». То есть принцип понятен. Вот то же самое противопоставление закона и благодати, которое Павел уже приводил. Здесь еще и еще раз. Значит, стремясь исполнить закон, стремясь заработать спасение, построить свою праведность, человек оказывается банкротом. Получая все это от Бога, он добивается какого-то нового качества отношений с Ним. И это именно и есть христианский путь. Дальше Павел будет продолжать тему Израиля как Божьего народа и того, что с ним произошло. Продолжение следует...